Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я рассказываю, что в разные годы века минувшего происходило на Камчатке в этот день. Итак, 13-й день января. В этот день главная газета полуострова «Камчатская правда» в 42-м году века минувшего, то есть шёл первый год войны, рассказывала о том, как обстоит ситуация со звероводством на острове Беринга. Статья секретаря Алиутского райкома ВКПБ Егошина «Выполним план промысла голубого песца» была опубликована, как я уже сказал, 13 января 1942 года и передана с острова Беринга по радио. «Никогда ещё зверобойный совхоз Командорских островов не имел таких больших заданий, как в этом году, но коллектив настойчиво борется за их выполнение и уверен, что успешно справится с полученной работой», передаёт господин Егошин. Эта уверенность основывается на самоотверженном труде работников промысловых участков в летний и осенний периоды. Песцы в 2-3 раза получили больше подкормки, чем в предыдущий сезон. Это обеспечило хорошее развитие молодняка. Подсчёты поголовья в сентябре и первые отловы в декабре свидетельствуют о большом наличии песцов. Для обеспечения промысла значительно увеличено количество орудий лова. В течение декабря по промысловым участкам шёл отбор производителей. План по отпуску песцов выполнен на острове Меддом по Преображенскому ухожью. Заведующий Хабаров. Это точно. Хорошо выполняют задания на ухожьях острова Беринга Алексей Яковлев, Гавриил Корсаковский, Голодов и Хорошев. Большую работу здесь проводят зоотехники. Особенно товарищ Мальцева, сообщает господин Егошин. Со второй декады января начнётся песцовый промысел. Желание алютов-промысловиков единое. Во что бы то ни стало. Выполнить план. Дать стране больше пушнины высокого качества и этим помочь любимой родине в разгроме немецких оккупантов. Это был тринадцатый день января. 1942 год. Газета «Камчатская правда».